1918 ну конечно не по истории не знаю много садов 17 я по-моему катюх катюх выручай ну подойди сюда выручает это по-любому знаешь давай в камеру сюда залезай кать прозвище князя александра ярославовича победившего шведских и немецких рыцарей александр македонский вот это сложно конечно же васильев нет но это такой простой вопрос вы его реально даже пятиклассник знает всех приветствую меня зовут евгений ширяев вы на канале негозяй тв и сейчас я буду задавать школьные вопросы по истории россии руси ссср кто там еще есть русь русь матушку и тот кто правильно ответит на 5 вопросов получит 1000 рублей так тебя как зовут дания как зовут мадам мадам катя катя не подсказывай для слова годиков над нашка суши зрело выглядишь спасибо вопросы про какую трусь будут про руси матушку а ты соображаешь вообще по истории троечного то да это хорошо я люблю троечников какое событие в россии произошло в 1917 году еще девятьсот семнадцатом конечно не по истории не знаю ты никто не знаю писа по истории не на семнадцатом году космос улетел кто-нибудь не на в космос то арацеткина улетела в космос нет можно не было война началась еретиками не помню может быть крым не много садик я помню катюк катюк выручая но подойди сюда выручать это по-любому знаешь давай в камеру сюда залезай кассе яма не знаю первой мировой может ну то есть девятьсот семнадцатый год первая мировая в 1914 а 917 год ребят ну кто здесь октябрьская революция 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 было октябрьской революция кто у нас в мавзолеет лежит революция root за что rival 되� Революция. А кто в Мавзолее? Ленин. Хорошо, спасибо. Катенька, спасибо. Катя подсказала себе. Революция, брат. Я честно не помню. Не знаешь, да? Ну ладно. Я школьную программу вот эту все точно не помню. Ну, так, интуитивно. А кто ее помнит? Ну, мало ли, кто-то помнит. Прозвище князя Александра Ярославовича, победившего шведских и немецких рыцарей. Мудрый. Правда не помню. Ты знаешь его? Вот это сложно, конечно же. Ярослав. Точно не скажу вообще. Не знаю точно. А ты из какого города? Я вообще из Беларуси. Ну, я здесь давно живу. Я давно переехал сюда, но... Не скажу Ярослав. Вопрос-то очень простой. Я ж помню это. Блин, у него ж такое прозвище простое, блин. Я был вроде Лавра даже такая была тут в Питере. Александра Ярославовича. Ты откуда, кстати, брат? С Колпина, из Питера. Ты здесь родился? Да. Ты Саню знаешь, не понаслышке. Александр Македонский, не знаю. Не, знаешь, Сашка, это он. Саню Белого знаешь? Саню Белого? Какого? Белого. Белого. Ну, у меня знакомый Саша Белый. Саня Белый? Да. Саня Белый, это понятно, да. Мудрый. Ярослав. Кто там был? Шведов, немцев от лохматил в 1242 году. Все я знаю. Каких Александров ты знаешь? Блин, не помню. Александр. Сашка, наш Сашка. Сашка, 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 Сашка. Васильев? Нет, нет, ну это такой простой вопрос, его реально даже пятиклассник знает. Ледовое побоище это было, вроде, если я не путаю какое-то. Он в нем участвовал. Сашка наш. Невский. Невский. А есть такой Александр? Да. Подсказка нужна, ты по-любому знаешь. Александр Невский? Победил. Шведов. Кто? Александр Невский. Александр Невский. А, Александр Невский. Тем более. Слушай, давай пропустим этот вопрос и вернемся к нему, потому что нам-то нужно ответить на пять вопросов. Да? Кстати, знаешь Соню цветомузыку? Не, не помню. Ребята, вы что, не знаете никто Соню цветомузыку? Не. Ты тоже не знаешь Соню? Не. Все худею, ребята. Знаете Соню, что ли? Обалдеть. Не знаете, как я? Значит, вы должны узнать. Ее музон ни разу не слышал? Не, не слышал. Какие кавера она вливает в массы на своем YouTube-канале? Угадай, как называется канал. Соня цветомузыка. Соня цветомузыка. И когда вот я ее песню слушаю, реву, не могу с собой ничего поделать. Ты слышала, да, как это звучало? Да, да. Это было очень сильно, да? Естественно. Короче, стала братья на интервьюхе у людей. И знаете, что я хочу? Хочу, чтобы она у меня интервьюху взяла. Как берет интервью? Знаете как? В Дуте вообще отдыхает там это. Гордоны становятся гордонами. Ревела на студии от работы. Боже, вот эта серая мышка на сцене, она такая вау. А я такая говорю, а не про меня? Нет, хочу с размахом платье взглянуть. Ну, в общем, знаешь, хотя бы одна принцесса должна быть в отношениях. Соня цветомузыка, если ты слышишь нас, возьми у меня тоже интервьюху. Почему нет? Я тоже пою песню. У меня есть отдельный канал, где я пою песню. У него голос просто шикарный. Люди, давайте все, кто это видео смотрит, переходим к Соне на канал и под видосом пишем. Возьми ты интервью, Жекер. У негодяй ТВ возьми интервью. Какое название получил период напряженных отношений между странами НАТО и СССР? У этого периода есть название, когда были напряженные отношения. Можно я какую-нибудь подсказку? Конечно, можно. В этот период наши страны, в основном Советский Союз и Запад, мерялись... Чем обычно меряются? С моими пыпысками. Начались они примерно с 1900. Сейчас я буду, может быть, выламываться, а может быть, говорить неправду, потому что я узнал это в Википензе сегодня утром. Началось это в 1946 году, закончилось в 1980, пускай, в 2004, может, я и вру. У кого... Ну, у кого вооружение лучше, экономика. Да, у кого это лучше, у кого все лучше. Кто туда к инопланетянам первые отправится, кто на Сатурн высадит свои боеголовки. Ну и вот такая движуха. Все выламывались. Кто лучше, понимаешь? И это была война. Война, грубо говоря. Вторая мировая? Не, ну какая же вторая мировая? А какая была война-то? Она была не особо такая, прям, горячая. А какая она была? Не, я правда не отвечу на этот вопрос. Есть кипяток, так, а есть еще попрохладнее. А что попрохладнее? Кипяток и холодная. Ну, а война какая? Холодная война. Холодная. Ну, это все. Холодная война вроде. Холодная война. И это я-то все немножко знаю. Окей. Русский князь, принявший смерть от коня своего. Ох, Грозный? Нет. Или Грозный. От коня. Блин. О, блин, прям что-то очень знакомое, конечно, но... Русский князь. Ну, пусть будет Игорь, я хрен знаю. Или Игорь. Или егерь. Мы пойдем с конем по полю. Идем. Рассказываю сумасшедшую историю. Ему наколдовали. Сказали, умрешь ты от коня своего. Да. И он уже забыл про это, про все. И как-то он шел и наступает на черепушку коня своего. И говорит, ха-ха-ха. Хи-хи-хи. Башка уже, скелет башки вот этой вот коня. Он коня в руки берет и говорит, что он говорит? Ой, бедный. Йорик. Йорик. Возможно, это все неправда. То есть, скорее всего, это придумка классная. Маркетинг, понимаешь. Может быть, он умер от другого чего-то там. Но это легенда. Красивая. И он держит эту черепуху и смеется. Говорит, вот, а мне сказали. Я даже забыл, что я от тебя. И оттуда вылезает кто? Ай-яй. Змеюка подколодная. Ихать его за нос. Все. Да, не знаю эту историю. Паночка померла. Нет, я не смогу сказать, это кто. Я видел статую его, но не назову. Усики есть у него? Усы? Нет. А бороденка? Лысый он? Нет, точно не лысый. Я не знаю. В пиджаке? Да какой пиджак? А там оно. Дерево! Нет, я не знаю, честно. По годам это примерно 9 век, наверное. 9 век. Может, даже 10, прикинь. Ярослав Мудрый. Нет, нет. Не Грозный. Другой, другой. Какой Грозный. Ну, мало ли. 9 век, 8. Где-то, может быть, в 800-ом. Где-то в районе крещения Руси, понимаешь? В 988-ом крестил Владимир. Значит, это Владимир. Вижу, соображаешь. Нет, это не Володька. Он босс серьезный. Там эти рюрики начали движение наводить. А он сам не рюрик, но жена у него этого происхождения. И вот он как давай крутить-вертеть. Серьезный дядя вообще. Вот точно не скажу точно вообще. Ну, я не исторический, но это все херово. Ну, он красавчик. Он много чего намусил. Я так не хочу тут выламываться, потому что я не особо компетентный в истории. Да, я тоже. Я помню эту историю нам рассказывали, но имя не помню. Идем с тобой по полю. Идем. Так, коня, 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 коня. Может, другой вопрос? Или звонок другу? Звонок другу хочешь? Ну, позвони кому-нибудь. Настя, тут вопрос так звучит. Помоги, пожалуйста. Настенка, привет. Привет. Как делишки? Отлично. Судя по голосу, тебе 13 лет. Все верно? Нет. Да. Да? Отлично. У тебя есть 15 секунд. Русский князь, принявший смерть от коня своего. Ну, блин, Ангелина, что ты вопрос? Ну, давай, думай. 10 секунд. Русский князь, который принял смерть от коня своего. От коня своего. 5 секунд. Вещи, Олег. Кто? Вещи, Олег. Олег вещи, точно. Вещи, Олег. Ладно, это Олег. Олег. Твоя дама? Знакомая сегодня познакомиться. Сегодня познакомиться? Да, случайно. Иди сюда, мне так интересно. Как вы случайно сегодня познакомились? Да, просто я шла, и он подошел ко мне, и решил познакомиться. Такая, ну, почему нет? Привет. Если хочешь, я куплю тебе чипсоны. Я сама себе купила, так что? Расскажи, как сейчас знакомиться, как это произошло? То есть, ты идешь. Да, я просто иду, да, и он так резко подходит. А он так, цык-цык-цык. Именно так и было. И что ты сказал? Если хотите узнать, как они познакомились, и что они делали во время этого знакомства, переходите на мой второй канал, и там вы все узнаете. Это очень интересно. Как звали князя, который крестил Русь? Не помню. Который крестил Русь? Честно. Примерно, в каких годах это было? Наша эра? Не помню, честно. Примерно, брат. 1815. Не уходите далеко по царю. Семь от деньги. Ну, кто? Не знаю. Не знаю? При каком правителе это могло быть? При Петре Первом, может быть. Может быть, при Брежневе. Может быть. А глядишься при Собчаке? Может быть. Ксении. Да. Блаженной. Конечно. Ну, что может быть? Что может быть? Подумай. Что может быть? Подумай. В каком году? С князем, который крестил Русь, понятно, тяжело. Ну, хотя бы в какое примерно время-то? Ну, примерно, в 1911. Ну, я честно не помню. Ну, ладно, ладно, все. Короче, ты проиграл, брат. Если бы участвовала ты, ты бы все выиграла. Все, подсказки отменяются, иди сюда. Ну, ты поняла, что он туповасенький такой. Наверное. Ну, ничего страшного. Ну, бывает. Подумаешь, ему всего лишь 22 года. Ну, да. Он, может, в школу даже еще не закончил, кто его знает. Допустим, Петр Первый. Ну, вот это не он. Ну, все, братан, не получилось. Какой срок служили в армии при Петре Первом? 33 года или 25 лет. Ну, очень много они служили. Нет. 25. Нет? Нет, 25. Нет, нет. Видишь, что такая история, что как тут, ну, подсказать, да? Хрен его поймет, как тут подсказать. Поэтому, ну, ты уж скажи что-нибудь. 25. Давай я тебе сделаю 4 варианта. Давай. Ну, чтобы было честно. 25 лет. 35 лет. Пожизненно. 14 лет. Пожизненно, в принципе, имеет смысл. 14 мало, значит, 35. Ну, не пожизненно же. Или пожизненно. Ну, просуждаю, потом скажешь, когда ответ. Да, да. Ну, давай 35. Ну, классно. Было миллион вариантов, сейчас 4. Ну, да. Ну, наверное, 35, скажу. И это неправильно. Жалко. Пожизненно. Представляешь? Елизавета Первая. Знаешь такое? Вроде да. Российская. Да, я понял. Здесь Елизавета Первая зарубежная, а это я про нашу. Приходилось Петру Великому, Петру Первому. Кем? С женой. Нет, племянницей. Нет. С дочкой. Елизавета Первая, дочка Петра Первого. Ты в этом уверен? Да, нет, не совсем. Да все правильно. Я хочу передать привет брату и родителям. Брат, потому что он меня по истории готовит. Как он тебя готовит? Ну, так, иногда я к нему прихожу, он мне помогает. Да? Да. Надо просто экзамен узнать. Спасибо большое. Все, держи косарик, давай. Спасибо тебе большое за это великолепное участие в моем шоу. Ну, как великолепное. Ну, нормально. Я обосрался. Ну, ничего страшного. Ну, поляшка мне течет. Это радует. Амегас. Давай. Удачи. Пум-пум. Ну, ладно. Пойду дальше я. Давай. Слушай, а не вырвут все по-братски? По-братски? У меня мелочухи вообще нет, братан. Могу тебя на карты перевести? Там мой телефон с собой, да? Ну, видишь, борода, брат, извини. Давай. Говоришь, деньги за вопросы платят. Так, есть тысячи? А можно? Так ее же надо кому-то сейчас отдать по участнику. Ты не выиграл. Обиделся. Переходите на мой второй канал, который называется Еширяев. И там будет другое шоу, которое называется Музыкака. Где я? Че я делаю? Че я делаю в этой Музыкаке? Задаю пять музыкальных вопросов в своем стиле-мейкере. И люди, которые правильно ответят на эти пять вопросов, тоже получат ищенку. Почти то же самое, но здесь школьные вопросы, а там Музыкака. Ставьте лайконавты. Сделайте себе много аккаунтов специально, чтобы поставить побольше лайков на этом видосе. Комментариями закиньте все, пишите все подряд. И плохие вещи. Нет, если, конечно, плохие вещи вы хотите написать, но напишите, что типа мы так для прикола написали плохие вещи. Но если вы серьезно хотите писать всякую дрянь, вы ненормальные люди. По-другому вас не обозвать. А так пишем все душевное и волшебное. Спасибо. Пока. Целую и обнимаю. Пуэрто и марта. Всем пока.